К нашему эфиру присоединяется Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер, добрый. Давайте начнем с новых соглашений по безопасности, о которых сегодня сказал президент. Мы понимаем, что все соглашения со странами очень важны. Но спрошу так, с какими странами нам принципиально важно уже сейчас заключать такие договора? Ну, безусловно, это те страны, которые являются союзниками. Это первая очередь, скажем так, да, это страны, которые относятся к проукраинской коалиции, ну, к условному клубу Рамштайн, безусловно, потому что они уже сегодня являются поставщиками того оружия, которое необходимо на поле боя. Но, тем не менее, география, потому что гарантии безопасности, это понятие гораздо шире, это новая архитектура безопасности для Украины. Это не просто декларация о намерениях, это конкретные юридические документы, которые определяют взаимоотношения наши, как субъектного государства с другими странами. Это очень важные параметры, то есть юридически фиксируем отношения к нам не в рамках стандартных договоров о дружбе, взаимопонимании, да, а в рамке юридических отношений вокруг военно-промышленной сферы, вокруг инвестиций ВПК, вокруг, собственно, финансовой поддержки наших там, милитарных возможностей и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, география должна быть шире и, опять же, как президент говорит, не только страны НАТО, не только 32 страны, которые входят в Североатлантический альянс, но и другие страны, особенно страны, касающиеся Тихоокеанского региона, Латинской Америки, страны Ближнего Востока и так далее. То есть со всеми нужно подписывать, еще раз подчеркиваю, юридически корректные документы, которые четко определяют, во-первых, субъектность, во-вторых, суверенность и, в-третьих, необходимые юридические возможности получения той или иной военной, гуманитарной и финансовой помощи. Поэтому география договоров должна быть гораздо шире. Тут очень важно, еще раз, смотрите, на сегодняшний день, безусловно, плохо, что это в рамках войны было сделано, а не в течение 30 лет до этого, фиксируется новая, еще раз подчеркиваю, новая архитектура безопасности, которая будет четко опираться на конкретные юридические документы, в которых, в свою очередь, будет прописано двухсторонние взаимоотношения и в военной сфере, и в финансовой сфере, и в случае возникновения тех или иных угроз для государства Украина, как будут действовать эти страны и с дипломатической, и с информационной, и с военной точки зрения, или там с консультативной точки зрения. Это крайне важно. Еще раз подчеркиваю, это не абстрактная декларация, это именно юридическая фиксация возможности получения той или иной техники и возможность получения той или иной реакции на акты агрессии в отношении субъектного государства Украины. Давайте далее поговорим о событиях США. Джо Байден заявил, что не будет участвовать в президентских выборах, и многие мировые лидеры отреагировали на его заявления. Глава нашего государства Владимир Зеленский также заявил, что уважает трудное, но сильное решение Байдена, и подчеркнул, что глава Белого дома, тут, с вашего позволения, я процитирую, помог нам предотвратить оккупацию нашей страны Путиным и продолжал поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны. Конец цитаты. Вот Байден остается на своем посту до конца срока. А как думаете, в это время может ли Украина рассчитывать на сильные решения США, например, разрешение бить американским оружием по целям вглубь России? Ну, давайте будем справедливыми. Соединенные Штаты являются крупнейшим союзником и основным поставщиком тех видов технологического оружия, которое сегодня применяется для эффективного ведения оборонительной войны. Еще раз, давайте будем здесь объективными. То есть львиная доля и в финансовом, и в военном смысле, в смысле получения конкретного оружия, остается за Соединенными Штатами, и это все решение администрации господина Байдена. То есть, еще раз, администрация действующего президента очень четко поставила акценты, расставила точки над «и». Байден был в Киеве, Байден, соответственно, неоднократно и встречался, имел коммуникации с президентом Украины, поддерживая на всех уровнях, опять же, адвокатируя на всех уровнях потребности Украины. Да, нам бы хотелось с вами гораздо более быстрых решений, но давайте все-таки объективно, опять же, смотреть на тот глобальный политический процесс, к которому привыкли все за последние десятилетия. То есть, страны считали, что подобного рода войн вообще, в принципе, невозможно, что возможны войны другого типа, это войны экспедиционного характера, небольшие столкновения на других континентах, а что масштабная, полномасштабная, объемная, высокоинтенсивность война, возможно, в Восточной Европе, это никто не мог допустить. И, соответственно, принятие тех или иных решений в отношении крупного государства, владеющего ядерными технологиями, ядерным оружием Российской Федерации, конечно же, никто не был готов к такому уровню ответов, которые сегодня требуются в этой войне. Но, тем не менее, ответы эти постепенно находятся, да, и Соединенные Штаты также снимают различные ограничения. Сегодня Россия не выглядит страной, которую там нужно бояться, или страной, которую нельзя атаковать и так далее и тому подобное. Все это невозможно было представить еще год назад. То есть, смотрите, Соединенные Штаты максимально объемно передают Украине большие объемы оружия. То оружие, которое, опять же, еще раз подчеркиваю, до полномасштабного вторжения, представить на территории Украины и представить, что им будут пользоваться граждане Украины, было невозможно. Второе. Соединенные Штаты сегодня на разных уровнях дают неформальное или формальное разрешение на более интенсивное ведение оборонительной войны, то есть уничтожение российской техники и на оккупированных территориях, и на приграничных российских территориях. Это очень важные параметры. То есть, соответственно, мир меняется. И это благодаря, в том числе, тому, какую позицию занимала администрация господина Байдена. Поэтому я тут с большой симпатией отношусь к тому, что делала администрация действующего президента. Другой вопрос. Его снятие, скажем так, с электоральной гонки, его снятие в качестве кандидата в демократическую партию, опять же, на мой взгляд, это сильный шаг. Это сильный шаг, который должен стабилизировать ситуацию в самой демократической партии, то есть позволить им выдвинуть сильного конкурентного кандидата, который сможет на равных состязаться с харизматичным и динамичным кандидатом от республиканской партии господином Трампом. Это, опять же, символическое решение. То есть оно четко показывает, что в демократиях могут сильные лидеры принимать такого типа решения, что, конечно же, уму непостижимо для авторитарных и тоталитарных стран. И такое решение тоже нужно приветствовать. Еще раз подчеркиваю, мы видим, насколько напряженная, с внутренней точки зрения избирательной кампании в Соединенных Штатах, насколько жесткие там идут конкурентные отношения, выстраиваются. И, конечно же, демократическая партия не может себе позволить, ну, скажем так, иметь еще и внутреннюю дискуссию, справится ее кандидат с чем-то, не справится и так далее. И вот в этой связи я, опять же, с большой симпатией отношусь к подобным символическим решениям, которые, опять же, позволят демократической партии сыграть в жесткую конкурентную игру. И, опять же, это, на самом деле, это процесс, который подчеркивает величие Соединенных Штатов с точки зрения вот демократического процесса. Они могут себе позволить вот такие большие, широкие, символические жесты, опять же, в рамках внутреннего политического процесса, очень красивого политического процесса. Владимир Зеленский дал интервью BBC, и одно из его заявлений, что горячая фаза войны в Украине может закончиться до конца этого года без силового возвращения оккупированных территорий. Украина готовит ответный план, который предложат России. Вот что это может быть за план, и переговоры могут состояться на втором саммите мира? Ну, давайте, во-первых, позволим президенту акцентировать внимание на этом плане, ну или там на дорожной карте, которая будет прописана, тем более, что мы с вами прекрасно понимаем, о чем идет речь. Безусловно, вопрос стоит следующим образом. Это не то, что вот ни с того, ни с сего вдруг начался какой-то переговорный процесс или вдруг война остановилась и так далее. Нет, для этого нужно, чтобы работали, качественно работали инструменты принуждения России к этому. То есть нельзя просто передать дорожную карту России стране, которая неадекватно воспринимает окружающую действительность, стране, которая, собственно, внуляет международное право и продолжает агрессию, акт агрессии. Совершенно не сомневаюсь, что она имеет право на неспровоцированные войны, как таковые. И, конечно же, вы не можете в рамках стагнационного состояния на поле боя просто прийти и сказать, смотрите, ну теперь давайте вы будете выполнять определенные требования международного права, которые мы вам передадим в качестве страны, которая пострадала от вашей агрессии. Оно так не работает. На самом деле, и президент об этом неоднократно говорил, работает все в комплексе. В комплексе работают инструменты принуждения. Мы видим, что они нарастают. Во-первых, это, безусловно, передача дополнительных объемов оружия Украины. Никуда мы не денемся от того, чтобы, соответственно, наносить России тактические поражения, увеличивая количество уничтоженной техники, живой силы и так далее. Для этого нужно все больше и больше высокотехнологического оружия, о чем мы чуть-чуть выше говорили, в том числе и от Соединенных Штатов. То есть необходимо более быстрое принятие решений, более быстрые логистические поставки этого оружия на поле боя. Кроме того, нужно окончательно решить ту проблему, с которой мы с вами, опять же, имеем дело в течение всей этой войны. Это доминирование России в воздухе. И тактическая и стратегическая авиация Россия до сих пор хозяйничает. В небе и, соответственно, наносит большой ущерб гражданской инфраструктуре, гражданскому населению. Для этого нужно больше систем Патриота, больше систем САМП, больше авиационного компонента F-16. Вот эти проблемы нужно решить. Как только они будут решены, то, конечно же, давление на Россию будет возрастать. Дальше. Экономическое давление на Россию также возрастает. Оно уже возрастает. Это, несомненно, мы видим те сложности, с которыми Россия сталкивается. Все-таки на сегодняшний день она действительно гораздо меньше может обходить санкции. Они более действенные. Она гораздо меньше может на сером рынке приобретать те же микрочипы для ракетостроения. Да, она их приобретает, но, тем не менее, это не те объемы, на которые Россия рассчитывала. Россия постепенно теряет эти рынки. Не только газовые рынки, не только нефтяные рынки, но она постепенно теряет многие рынки, не только, опять же, в Европе, но и на других континентах. Потому что невыгодно работать со страной, на которую постоянно накладывают разнообразные санкции. И если ты с ней сотрудничаешь, то рано или поздно ты тоже получишь проблемы на глобальных торговых рынках. То есть будешь терять те или иные преференции, которые связаны с взаимной свободной торговлей. Это очень важные параметры. И, конечно же, они ухудшают состояние российской экономики существенно. То есть цена войны для России возрастает. Это тоже хороший инструмент давления. Не работает пока только, на мой взгляд, к сожалению. Третий инструмент – это дипломатическое давление на разных уровнях. Россия все еще пользуется международными площадками. Вот даже на Олимпиаде они будут принимать участие в Париже. Да, небольшое количество спортсменов, но, к сожалению, они будут там под нейтральными флагами. Тем не менее, они будут промоутировать. Многие из этих спортсменов проведено расследование. Опять же, многие из этих спортсменов так или иначе были связаны с Центральным спортивным клубом армии Российской Федерации. Так или иначе поддерживали войну. Но, тем не менее, международные чиновники, спортивные чиновники закрывают на это глаза. И, соответственно, Россия опять же будет иметь площадку, большую олимпийскую площадку, для того, чтобы промоутировать идеи геноцида, идеи войны как таковой. Вот этот инструмент, к сожалению, не работает. Если бы он работал, дипломатическое давление, а еще лучше изоляция. Если бы страны, которые хотят на России что-то зарабатывать, делали это не так цинично и не так спекулятивно, то, конечно, это было бы более быстрой дорогой к справедливому миру. Так вот, еще раз, давайте здесь подытожим. Президент Украины говорит о следующем. Есть готовность написать дорожную карту, ну, вернее, доработать дорожную карту, где четко сказать, на чем должен базироваться справедливый мир, почему нужно вернуться к международному праву, почему нужно вернуться к такому понятию, как территория и суверенной неприкосновенности и так далее, и почему только на этой базе, на этой платформе можно разговаривать дальше с Российской Федерацией, или при посредниках, или, как вы говорите, в рамках саммита мира, опять же, при посредниках и так далее и тому подобное. Но, в принципе, дорожная карта должна быть написана. Параллельно с дорожной картой нужно увеличивать объемы давления не только на поле боя, а это поставки оружия, но и экономика, и дипломатия. По поводу саммита мира, да, вы упоминали его сейчас, и мы сегодня много в эфире с экспертами об этом, с политологами говорили, о следующем саммите мира. Идет ли к нему подготовка, потому что мы о нем разговариваем, но как-то пока без каких-то определенных дат. Ну, безусловно, подготовка идет, опять же, все страны понимают, ну, те страны, которые приняли участие, большое количество, более 100 стран и организаций приняло участие в первом саммите, прекрасно понимают, что это не простая дорога, по ней нужно будет идти, и, соответственно, есть рабочие группы, которые продолжают работать, особенно в тех пунктах, или по тем пунктам, которые прописаны в формуле мира, да, потому что они касаются гораздо более широкого спектра вопросов, кроме вопросов, обсужденных на первом саммите, кроме энергетической безопасности, ядерной безопасности, свободы содоплав, содоходства, свободы торговли и так далее, есть гораздо более объемный пласт вопросов, опять же, который касается имплементации, возврата, вернее, к международному праву концепции, да. И, соответственно, это тяжелая работа, опять же, потому что Россия всячески препятствует этому, она пытается через пропагандистские программы, объемные пропагандистские программы, через, опять же, инвестиции в те или иные информационные проекты, инвестиции в те или иные политические проекты в разных странах, не только, кстати, в европейских, но и в странах Латинской Америки, Африки, опять же, доказывать свою правоту. Какую правоту? Что они имеют право обнулять международное право, атакуя любую страну, потому что они считают, что это создает для России какие-то там угрозы и риски безопасности. То есть, грубо говоря, классическое поведение агрессора, то есть страны, которая всегда на кого-то нападает, страны, которая всегда с кем-то конфликтует, способ защиты этой страны, что якобы они это делают, потому что их вынуждает это делать. Вот Российская Федерация пытается препятствовать дискуссиям. Каким дискуссиям? О том, каким должен быть глобальный миропорядок, каким должны быть правила в этом мире, какую роль должны играть такие институты, как сегодняшние институты международные, как ООН и так далее и тому подобное. Все это дебатируется с подачи Украины и, естественно, в рамках подготовки ко второму саммиту. Но, опять же, давайте вернемся в реалии. Что такое второй саммит? До второго саммита должно произойти целый ряд событий, очень важных событий. Они и сейчас происходят. Это, опять же, еще раз, нарастание поддержки, ресурсной поддержки Украины, милитарной ресурсной поддержки Украины. То есть, на поле боя должно чувствоваться присутствие гораздо большего количества дальнобойных возможностей, снарядных возможностей, амуниционных возможностей, авиационных возможностей и так далее. Второе, должны нарастать экономические проблематики для России. Ну, то есть, не только санкции, но и гораздо более объемный комплекс проблем для России. То есть она должна все больше и больше изолироваться от глобальных рынков. Ну и должно нарастать дипломатическое давление. Опять же, еще раз подчеркиваю, для этого Украина и не только Украина, а ее лоббисты, страны Европы должны вести интенсивную дипломатическую работу со странами, скажем так, нейтральными или не присоединившимися к поддержке Украины или странами, относящимися к глобальному югу. Опять же, очень плотно нужно работать с такими большими странами, как Китай, Индия, соответственно, страны Латинской Америки, Бразилия. Ну, Аргентина, понятно, с ней так плотно работает. Украина и тому подобное. То есть нужно объяснять, что для многих стран в среднесрочной перспективе крайне невыгодно, чтобы Российская Федерация оставалась в том виде, в котором она сегодня есть. То есть оставалась страной, которая считает, что можно спокойно нарушать любые правила, любые договоренности, любые глобальные международные права и так далее, и при этом нести ответственность. Потому что это будет разрушительно сказываться на их отношениях с другими странами. Вот, возвращаясь к Гавриле, мы по поводу господина Трампа сегодня, да, возвращаясь к нему, довольно любопытный, так называемый, мирный план обнародовал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, и вот, который имеет место быть по завершению войны в Украине. И среди шагов, что интересно, это в том числе разрешение бить американским вооружением по аэродромам РФ, то, о чем мы много раз говорили, да, о том, что Россия должна отступить к линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года, то есть до тех линий, которые были до полномасштабного вторжения, и подконтрольная Украине территория, она должна признаться свободной, с перспективой вступления и в ЕС, и в НАТО. И после окончания войны часть украинских войск, что интересно, тоже заменят американских военных в странах Европы на определенных объектах. Как думаете, почему именно сейчас этот план, этот документ обнародован, и почему это сделал именно Борис Джонсон? И это очередной мирный план, который с Украиной не обсуждался? Давайте здесь правильно расставим акценты. Смотрите, это не мирный план, это позиция Бориса Джонсона, это размышление его о том, какой компетенцией может обладать Украина, почему она должна быть партнером стран НАТО, Европейского Союза, то есть в чем мы можем быть полезны, то есть какие необходимы нам дополнительные еще ресурсные возможности сегодня для эффективного ведения войны, что такое поле для компромиссов и так далее. То есть это рассуждение, здесь нет пока мирного плана, и тем более это не может быть мирный план того же господина Трампа, потому что, как вы прекрасно понимаете, если понимать психотип кандидата от республиканской партии, он сам озвучивает свои планы, свое видение и так далее. Как пассионарный политик он любит именно выступать с такими, скажем так, инициативными вещами и тому подобное. С точки зрения Джонсона он высказывает те позиции, которые, на его взгляд, уже сегодня вполне достижимы, если, и тут я перехожу, важно, я бы спокойно просто к этому рекомендовал относиться, это рассуждение о возможностях, да, если бы не одно но, очень важное но, то, которое многие аналитики, в том числе большие политики, экс-политики европейские, американские упускают из вида. Почему они считают, что Путин будет согласен на это? Российская Федерация не будет согласна ни на что, если не будет испытывать существенные дефициты. Имеется в виду, почему они должны отойти куда-то, почему они должны согласиться с чем-то? Потому что они, ведь на самом деле Российская Федерация сегодня не добилась ни одной цели, которая наставила перед началом полномасштабного вторжения. Какие цели? Тотальный контроль, физический контроль на территории Украины, изменение здесь государственного устройства, уничтожение концепции украинства как такового, да, и, соответственно, еще раз, геноцид, геноцид и геноцид, да, то есть депортации, убийства, фильтрации и тому подобное. Ничего из этих целей, ну и, соответственно, через реализацию с этой цели доминирование не только на бывшем советском пространстве, не только в Восточной Европе, но и доминирование в Европе в целом. То есть глобализация своего влияния, такого монструозного влияния. Ничего этого Россия не добилась, и, соответственно, она будет продолжать экспансию в том или ином виде. То есть, и, соответственно, договориться с ними о каких-то уступках можно только в одном случае. Просто там нужно дальше дописывать. Расширять блок, где касается ударов по авиабазам и так далее. Россия будет на что-то согласна в случае испытывания большого шокирующего влияния на нее. Это военные поражения, это экономические поражения России и так далее. Вот это есть и почему-то в таких анализах не учитывается, что Путин не является вменяемым политиком, который может, скажем так, придерживаться какой-то точки зрения, стабильной точки зрения, которая будет компромиссной. Вот если бы это учитывалось, то, конечно, были бы более рельефные, более, скажем так, объективные, более существенные размышления о возможности финализации войны, о возможном будущем и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, еще раз подчеркиваю, надо спокойно относиться к появлению подобных рассуждений. Это нормальный анализ. Как раз-таки Борис Джонсон позволил себе гораздо более объемную, на мой взгляд, более проукраинскую риторику. Какую? Он говорит для стран Европы, почему Украина им важна. То, чего мы не могли пока еще сказать, потому что у нас война и, безусловно, мы сосредоточены на решении своих задач. А господин Джонсон говорит в следующем. Смотрите, Украина будет крайне полезна, потому что она может выполнять совершенно выдающуюся роль в построении нового каркаса безопасности для объединенного Евроатлантического Альянса. Это чрезвычайно важно. И таким образом снять частично бремя с Соединенных Штатов. И, соответственно, нарастить мышцы у самой Европы. Это очень важная компетенция, очень важный функционал Украины. Это говорит о том, почему Украина должна быть неотъемлемой частью Европы. Не только потому, что это большой 40-миллионный рынок с экономической точки зрения, но и потому, что это существенное дополнение в общеевропейскую безопасность. Опять же, не декларативного характера, а конкретного, когда там идет речь о том, что Украина может выполнять определенную роль в качестве 70-тысячной группировки, например, объединенной группировки в Европе. Это важно. Тем более, что Украина будет опыт у единственной страны европейского континента, опыт большой войны высокой интенсивности. О таком еще хочу спросить. На прошлой неделе состоялся саммит Европейского политического сообщества. И пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что на полях саммита состоялись переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском, которые позволили убрать последнюю преграду, чтобы F-16 наконец-то прибыли в Украину. Вот если говорить в целом не только об этом аспекте, насколько этот саммит стал результативным для Украины? Смотрите, там, где присутствует президент Украины, саммиты всегда результативны. Я хочу здесь зафиксировать политическую часть, за которую отвечают президентом. Внешне политическая или политическая, они всегда эффективны. Он договаривается, подписывает, получает двухстороннее одобрение. Ну, имеется в виду, понятно, украинское, но и той стороны, с которой проводятся переговоры. Это тоже политические одобрения, необходимости совершения тех или иных шагов. А дальше иногда все это упирается в медленную логистику, к сожалению, в медленную функциональность, в том числе наших партнеров. То есть, условно, договорились, подписали, политическое решение есть, заявили. Причем двухсторонне заявили об этом. Это крайне важно, потому что, опять же, это все символично выглядит и так далее. Все всегда упирается в медленную логистику. Хотелось бы, чтобы эта логистика, чем это вызвано, вы прекрасно понимаете, Европа — это коллективное решение, это долгая бюрократия, как правило, и так далее. Вот хотелось бы, чтобы эта логистика соответствовала той скорости принятия решений или подписания документов, которые демонстрирует президент Украины и его визави из других стран. То есть, хотелось бы, чтобы был меньше вот этот временной зазор между принятыми политическими решениями и, собственно, логистическими исполнениями этих решений в виде поставок конкретной техники или в виде принятия тех или иных резолюций или в виде принятия тех или иных решений, например, по использованию замороженных активов или, опять же, по поставке тех же патриотов и так далее. Вот в этом проблема всегда. То есть, еще раз, визиты всегда позитивны, визиты всегда приносят конкретику, четкую, подписанную, юридически зафиксированную. Президент обязательно все это фиксирует в качестве юридических договоренностей. Это не декларативные, опять же, еще раз подчеркиваю, ни саммиты, ни двухсторонние переговоры. Но дальше небольшой временной разрыв, к сожалению, с логистикой связанной, который как раз-таки и приводит к тому, что мы имеем сегодня на том же поле боя задержки поставок и так далее и тому подобное. По поводу поставок вооружения, конечно, эта тема такая уже довольно набившая оском, но тем не менее. Немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая позавчера, в субботу, в речи по случаю 80-летия неудачного покушения на Адольфа Гитлера, вот он отметил в очередной раз мужество украинцев, которые сопротивляются этой полномасштабной российской агрессии. И вот в речи Шольц он назвал поддержку Украины вопросом исторической ответственности Германии. Это довольно весомые слова, но при этом, когда коснулся вопрос Таурусов, когда заговорили о призыве Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной, то Шольц сказал, что не может быть и речи. Три вещи здесь хочу отметить. Первое, нужно продолжать разговаривать. У нас есть хорошие лоббисты в Германии на уровне и парламентских партий, на уровне конкретных отдельных министров, да и министров иностранных дел, министров обороны, глав комитетов парламентских и так далее, которые четко понимают, что нужно Украине и разрешение, и Таурус, и все остальное. И вместе с ними мы должны продолжать вести переговоры с нашими немецкими коллегами. Я думаю, что этот вопрос тоже можно допродавить, что это первое. Второе, не вижу смысла уравнивать то, что Германия проходила свой путь после Второй мировой, она прошла через очень объемные покаяния, очень большие уроки провела. То есть Германия все, что можно, искупила и доказала уже свою цивилизованность в гигантском объеме. И это не сопоставимо с тем, что демонстрирует Российская Федерация. Это совершенно разные вещи. Россия так и не осмыслила ни уроки Второй мировой, естественно, ни уроки, которые предшествовали началу Второй мировой, где Советский Союз отыграл немаловажную роль с точки зрения провокатора Второй мировой войны. Давайте не забывать. И, соответственно, так как Российская Федерация, как правоприемник СССР, не прошли через покаяние, а наоборот, проходя через рассентимент, то есть через вот это желание реставрироваться, взять, скажем так, реванш за то, что обвалился Советский Союз, конечно, это привело к такому типу наследования нацизма, который сегодня мы видим в исполнении Российской Федерации. То есть они, опять же, ведут классические геноцидные войны, классические этнические чистки, фильтрационные чистки, концентрационные чистки и так далее и тому подобное. И поэтому, конечно же, вот это хотелось бы, чтобы в Германии лучше понимали. Не про свою вину говорили, у них нету вины, еще раз почек. Они искупили ее все, они прошли через покаяние. Это другая Германия, она совершенно точно вынесла все уроки и совершенно точно все осознала, да, и нету смысла возвращаться туда. Мы это помним, и они это помнят, и они точно это не допустят. А вот Германии нужно было бы осознать, что вот там, в России, как раз и реанимировалось все самое черное, самое злое, что было в середине прошлого века, и что имело название, дикое название нацизма. И вот с этим нужно бороться, и с этим нельзя бороться договоренностями, это нельзя остановить словом. Это можно остановить только жесткой пощечиной, жестким ударом, выбиванием зубов и качественным применением высокотехнологической техники. Вот это им нужно понять. И если это зло не будет остановлено сейчас здесь, в Украине, то оно будет так метастазировать, как злокачественная опухоль, оно будет заражать другие здоровые ткани, в том числе в Германии, через ультраправые и утралевые партии. Как один эксперт действительно, простите, Михаил, что перебиваю, заканчивается наше время, как один эксперт сказал, что к покаянию Россию можно привести только силой. Ну, возможно, это действительно и так. Мы благодарим вас, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк был на связи с Фридомом. Редактор субтитров А.Семкин